Долбаные испанцы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Долбаные испанцы 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 Также можно улучшать свой грузовик там всякими хайвей-шинами или укрепленным корпусом, что уменьшит повреждение машины и груза. Всякие GPS-навигаторы, антирадар, форсированный двигатель, ну и тому прочее. Естественно, никто не обязывает прокачивать один и тот же зилок. В игре есть куча других авто, как грузовых, так и легковых. Но стоят они и не дешево. Еще стоит упомянуть, что в игре у вас кончается бензин. И это немаловажная часть игры. Эх, сколько раз я забывал про него и уже на исходе бака, смотря на карту, задавался вопросом. А доеду ли я вообще до следующей заправки? И нередко случается вот так. Давай, 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 мы почти на месте, давай, ты сможешь, родная, давай. Нет, нет, только не сейчас. Серьезно, серьезно, заправка вот в 30 метрах. Черт, ну не может быть, да боже, боже, невероятно, невероятно, просто пи... Еще в игре есть дождь, и не знаю почему, но мне доставляет удовольствие включать дворники. Ну и фары. Ну, фары, конечно, плохо работают из-за несовместимости или чего-то еще. Они через какое-то время гаснут и на дорогу вообще не светят. А вот дворники работают хорошо. О, дождь пошел, дворнички. Но даже дворники не особо спасают. Во время дождя сильно снижается видимость, и ты прям реально напрягаешься, чтобы не въехать во что-нибудь или кого-нибудь. Да, можно включить камеру от третьего лица, и тогда проблемы с дождем вообще не будет. Но мне почему-то этот вид совсем неудобен. Хотя в других гоночных играх только от него и играют. И вот вроде поначалу все спокойно. Перевозишь грузы туда-сюда, изучаешь карту и все такое. Пока ты не понимаешь, что за заказы тебе платят не так много, как хотелось бы. Поначалу вообще бывает тяжело выйти в плюс. Ибо у тебя есть соперники, и размер выплаты зависит от места, которое ты занял на финише. И вот ты начинаешь ехать быстрее, уже не так аккуратно и рисковать. А ведь в игре есть полицейские, и они всему этому только рады. И начинаются проблемы, аварии, нервы сдают. Их к тому же денег-то особо больше и не становится. Но вот однажды, придя первым, вам, кроме значительного оклада, дают лицензию на найм водителя, который начинает работать на тебя. И с этого момента зарабатывать станет гораздо проще. Но получить эту самую лицензию, ну то есть приехать первым, будет не так-то просто. Во-первых, путь не близкий. И даже если стараться ехать аккуратно, тебе запросто может кто-то въехать или подрезать. Да ты и сам без труда сможешь опрокинуться. И ведь с каждого удара теряется часть груза, в зависимости от хрупкости товара. И, соответственно, по итогу все это учтется в выплате. Хотя, когда мне удавалось скопить достаточно денег, на груз вообще плевать. Главное доехать первым. Во-вторых, правила дорожного движения. Превышение скорости на камеру – это самое безобидное, что может быть. Тупо заплатишь деньги. А вот ДПС тут суров, и начнет погоню при проезде на красный, или если стал причиной ДТП, или превышение скорости. И все, за тобой вся полиция и вертолет. И пока ты не остановишься, они тоже не остановятся. Тебя будут стрелять, ставить шипы и все такое. Хотя, можно связаться с копом по рации и предложить взятку. Но работает не всегда, и взятка всегда дороже, чем штраф. И ведь соперников этого вообще все не касается. В-третьих, и даже если удалось таки получить лицензию на найм, то это еще не значит, что ты закончил гонку. Теперь начинается гонка за водителем. Ибо эта лицензия истекает что-то вроде минут через 5-6. И зачастую вокруг, ну, нет свободных водителей. И ты мечешься от одной стоянки к другой, лишь бы хоть кого-нибудь нанять. Любого вообще, тупо на кого денег хватит. И вот учитывая вот все вот это вот, разработчики, наверное, видели это как-то так. О, ты же тот новенький. Первый раз в наших краях и уже приехал первым. Ну, ты даешь. Да, да. Я очень спешил. Ну, давай посмотрим, что тут у тебя. Ют, ну, это чем вообще было? Да хер его знает. А у тебя там не написано, правда? Туда? Телевизоры? Да, походу они. Процент до 3 уцелел, баксов 200 получу. Да хрен с ним. Чего с лицензией вам надо? Жесть, чувак. Ну, ладно. Ты приехал первый, поэтому я обязан выдать тебе лицензию. Да, да. Ого, сколько ментов. Ага, это за мной. Давай быстрее. Отлично. Водить умеешь? Да. Ты на нет. Пюрешка! Но после найма пары водителей становится чуть проще. Нет такой нужды в деньгах, и вы просто начинаете потихоньку возить грузы туда-сюда. И изучать игру в целом. Однажды пробуете доехать до Алмазного туда и обратно, плачете в углу пару часов, и потом снова возвращаетесь к игре. И больше никогда, никогда не возвращаетесь туда. Я вез туда стекло. Привез лишь песок и бой. И поэтому вы решаете отправлять туда лишь своих подчиненных, а самому тем временем пересесть на легковушку. Ибо так заказы выполнят гораздо быстрее. И проблем с лицензиями тоже не будет. Но будьте аккуратны, ибо на дорогах вокруг вас в основном дорогобои на прокачанных форсированных движках мчат по дорогам в бешеной конкуренции, пытаясь прийти первым. Честно говоря, не совсем представляю, как можно продавать легковушку в этих краях. Это отличная BMW. Не последняя модель, конечно, да, но за свои деньги полностью себя оправдывает. Отличная управляемость и подвеска, несмотря на то, что мы едем 180 км в час. А главное, никакого шуба. Что это было? Это дальнобой. С какой скоростью угнал? Мы 180 же едем. Да они всегда спешат. Что насчет машины? Оформляем? Подождите, подождите. И много их здесь таких? Да нет, не очень. Здесь вообще никакоухи выживают. Да. Но процентов все меньше. Ну что, берем? И поэтому я решил попробовать тягач. Да, тут есть как бы два вида грузовых. Это обычная фура и тягач с прицепом. С помощью него можно будет брать любой рядом стоящий прицеп. Да, ты просто находишь этих ребят, стоящих на лугу, типа пасущихся, и такой... Цепляешь их и поехал. Они вмещают в себя намного больше груза, чем обычные фуры. И поэтому за доставку платят больше. Также можно найти секретные грузы. В них уже есть товары, даже точка назначения. Платят за такую доставку овертохрена. Ну и цистерны с бензином. Их нужно доставлять к заправке. Тоже заплатят неплохо. Да и конкурентов не будет. Но с лицензией облом. Но нахер тягач. Серьезно, просто нахер тягач. Управляться с этим монстром просто не стоит всех нервов. Постоянно заносит и как бы тянет на поворотах. За это, конечно, отдельный плюс разрабам. И вот чувствуется эта неповоротливость. Особенно, если тебе нужно развернуться. Ох, боже, сколько раз я терял сцепку в таких ситуациях. И поэтому просто забил и вернулся к обычному грузовику. Легкоушка, конечно, шустрая, но мне как-то грузовик больше по душе. Все-таки дальнобойщики. И с этого момента единственной проблемой для меня стали полицейские. Постоянно каким-то образом я проезжал на красный. Хотя старался изо всех сил не упустить ни одного светофора. И смотрел в оба, если превышал. Но, сука, все равно я слышал это. Немедленно остановите машину. И приходилось останавливаться. И ждать, пока эти придурки до меня доедут. Потому что зачастую они где-нибудь застревали. И вообще приходилось разворачиваться и ехать к ним же. Иначе прилетает вертолет и расстреляет вас к херам. Я вообще поражаюсь, что на любую ситуацию прилетает вертолет и гасит вас из пулемета. Не думаю, что в реальной жизни было бы так же. Алло, полиция. Да, здравствуйте. А, у меня пропала собака. И вы знаете... Отлично, на вас уже летит вертолет. Да нет, это же всего лишь собака. То есть... Что значит на меня? На самом деле, к этому моменту игра достигла для меня максимума. У меня есть собственная компания водителей, которая работает мне в плюс. Сам я разъезжаю на хорошем грузовике. И только и делаю, что пытаюсь достичь 51% общей доли грузоперевозок. Да, если что, основная цель игры это достичь 51% грузоперевозок. И вроде как купить BMW, но я не уверен. Но у меня пока что сейчас только 19%, и вся моя игра превратилась в рутину. Берешь груз, доставляешь. Пришел первым, беги искать нового водителя. Ведь теперь, когда ты многих нанял, их стало меньше, и искать приходится дольше. Нашел – молодец. Не нашел – снова езжай за заказом, и все в таком духе. Неужели нет ничего, что смогло бы мне помочь? Я говорю, неужели нет ничего, что смогло бы мне помочь? Эй, стена! Ты же мне вроде все время помогала в таких ситуациях. Эй, слышь? Соли-шоу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да даже после доставки груза я не был в безопасности ДимаTorzok 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 все пошло как по маслу, никаких инцидентов. Раз за разом приходил первый и спешил найти водителя. И вот нанимаю очередного такого. Это что за... Это я, типа, победил, что ли? Фух, блин, я думал МЛО прилетает. Да что, я прошел Дальнобойщиков 2 впервые? Блин, круто! Круто! Только теперь хочется кому-то это рассказать, с кем-то поделиться. Я так много узнал. Ну, блин, с кем? Круто! Круто! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...